25 лет тому назад, когда, нет, ну раньше, конечно, когда начиналась эта борьба, еще в советское время, надо сказать, что я не метаю контактов никаких с армянами, кроме своих родственников. И вот мне говорят, вот собираются, а родители мои жили в Баку, я-то сказал, что это уже в Питере, и они говорят, собираются армяне в церкви, я приехал сюда, никто не собирается. Поехал в это место, узнал, что есть еще Новосельск, и поехал, вот там только я нашел тех, которые собирались, в церкви уже нам собирались в Новосельске летать, все это было очень трогательно, как выносили из этой, там же была типа мастерской, выносили весь этот мусор коммунистический советский, который там был, Сталин и так далее. Да, они просто тоже были. И вот здесь, в этой церкви, кстати говоря, я могу сказать, что Питер был первым местом в Советском Союзе, где была прервана вот эта информационная блокада. То есть тогда был журнал «Аврора», который об этом написал. И вот здесь, в этой церкви, я давал Ассоку Насибову, ну, кстати, Анифе, чтобы вы знали, я давал ему интервью для программы «Взгляд». Что я хочу сказать довольно коротко. Да, для меня выступающий бесплатен, что я точно сказал, что мы, грубо говоря, нас охманули во время Пешкекса. Ну, это не просто ведь обзор, понимаете. Здесь была дальняя игра, очень дальняя игра. Потому что, по сути дела, нас подвесит. Ну, вот представьте, видите, тогда был бы решен вопрос, с точки зрения политологии. Вот тогда бы решен был вопрос, был бы мир между Азербайджаном и Арменией, то довольно давно там уже была бы европейская цивилизация. Россия могла бы участвовать в этих проектах только как партнер. А теперь она поступает там, как арбитр. Понимаете разницу между партнером и арбитром? Ладно, какая-то была Россия Ельцинская. Когда Горачев нам действительно передал оружие. Вы все это знаете. Никто на нашей стороне не воевал, конечно, кроме отдельных добровольцев. Никакой армии, ничего, как сейчас любят эти легенды азербайджанские наши товарищи. Это было именно отдельное число до 100 человек добровольцев за Россией было, да. Но оружие, да, Горачев, так сказать, помогало. И когда мы должны были взять Кировогад, а это второй город, как если взять Ленинград, нам Горачев сказал, возьмете, мы вас, значит, больше помогать не будем, более того, начнем помогать Азербайджанам и оружиям. То есть мы были поставить такие условия. Вот сейчас, по сути дела, нынешняя путинская Россия является арбитром. А она заинтересована в войне, потому что внутренние вопросы не решаются, и таким образом переводятся стрелки недовольства. Население. Это очень печально. Но я хочу перед тем, как закончить, сказать еще об одной печати. Вот тогда большинство демократов, которых я знал по Питеру, они были на стороне армии. Они очень сочувствовали. Они устраивали свои митинги и так далее, всегда давали нам сону, там выступали. А сейчас Либеросня нынешняя. По сути дела, ассоциирует почему-то это с этими ситуациями на востоке Украины. Чуть считает, что мы поступаем с Карабахом так же, да, вот, отняв нам и тех, кто и Азербайджан, как ситуация вот на востоке Украины. Нет, это совершенно противоположная. Объяснить невозможно, потому что Либеросня я ничего не случаю, я берешь свои штампы в голове, она, собственно, кальпировалась властью. А объяснить невозможно, что это совершенно противоположная ситуация, что вот точно так вся эта власть незаконно передавая в 23-м году, сейчас, сейчас, передавая в 23-м году. Азербайджанского. И последнее. И вот тогда очень много наоборот пришло и стало моими друзьями на всюду. Вот в частности, по-моему, Аргелян познакомил меня с Револьдом Пименовым, а он был сыном депутата Верховного Совета Российской Федерации Револьд Ивановича. Я попросил, чтобы все дали слово Пименову. Он очень много сделал, был в Армении и так далее. Спасибо большое. Спасибо.